В последнем прошении молитвы Господней мы просим Бога избавить нас от лукавого. Кто такой или что такое лукавый? Славянское слово лукавый – это слово по своему смыслу, противоположное слову прямой. Вспомним здесь хотя бы такие слова, как лук или излучина. Таким образом, лукавый или лукавое – это нечто кривое, искривленное, испорченное. В молитве «Отче наш», как и в других местах Евангелия, лукавым назван никто иной, как дьявол. Ведь дьявол изначально был сотворен добрым и светлым ангелом, но отпав от Бога, тем самым исказил собственную природу. В силу этого и любое его действие также стало искаженным, то есть лукавым, неправильным. Рассуждая над последними словами молитвы Господней, святитель Иоанн Златоуст замечает, лукавым здесь называет Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую брань и показывая, что он таков не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что преимущественно дьявол называется лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла, в нём находящегося, и потому что он, не будучи ничем обижен от нас, ведёт против нас непримиримую брань. Но почему в молитве мы просим избавить нас только от дьявола, а не от тех людей, которые нам кажутся также плохими? Потому что плохих людей не бывает. Каждый человек — это образ Божий, который в силу тех или иных искушений сам становится проводником в этом мире зла. Но человек, в отличие от дьявола, может измениться, он может покаяться и стать лучше. Именно поэтому, по словам святителя Иоанна Златоуста, Спаситель не сказал «избави нас от лукавых», но от лукавого, тем самым научая и нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать против дьявола, как виновника всех зол.